Дмитрий Круковец Цель разобраться с ливневой канализацией и реконструировать очистные сооружения, глава Сургута обозначил приоритет в области модернизации системы ЖКХ. Обезопасить организм до начала сезона сургутские медики рассказали о том, не поздно ли начать сейчас вакцинацию от клещевого энцефалита. И улыбка и гордость сквозь слезы. Почти 30 женщин из городов Югры приняли участие в проекте «Жены героев». Фотосессия прошла в Сургуте. Глава Сургута во время отчета о своей работе и деятельности администрации за прошлый год объявил о том, что город взял курс на модернизацию коммунальной системы. В числе первых на реконструкцию встает комплекс очистных сооружений на Зайчьем острове. Действующий объект построен более 40 лет назад. Он осуществляет механическую и биологическую очистку стоков. Но за годы эксплуатации технологии устарели. А из-за активной застройки муниципалитета на этот коммунальный сектор еще и значительно выросла нагрузка. Необходимость реконструкции, отметил глава Сургута, продиктована еще и соблюдением экологических норм. После реновации производительность объекта составит 150 тысяч кубометров в сутки. Появятся блоки ультрафиолетовой очистки, современные фильтрационные системы, пилозаборные комплексы и другое новое оборудование. Одним из первых проектов стала реконструкция канализационных очистных сооружений, благодаря которой очистка стоков будет доведена до норматива. Эти работы уже начались, конкурс отлигран. Емкость проекта более 2 миллиардов. Надеем, что это кардинально, технологически и качественно изменит работу данного комплекса. Также глава Сургута обозначил вектор на обновление тепло- и водопроводных сетей, котельных и других сооружений. В планах решить вопрос с обеспеченностью и работоспособностью ливневой канализации и очисткой дождевых стоков. Уже ведется работа по актуализации всех схем. После сбора и анализа данных в мэрии намерены сформировать техническое задание на проектирование и реконструкцию этого сегмента городского хозяйства. Также в ходе отчета о работе мэрии Андрей Филатов подробно остановился на программе догазификации домов сургутян. Поручение президента России исполняется по всей стране. Утвержден график до 2024 года. Речь идет об интересах жителей около 300 домовладений. В 2022 году обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения 14 домовладений. В этом году такая возможность появится о 134 домовладений. Думаю, что мы с этими задачами справимся. Если в феврале поставить первую прививку, то можно обезопасить организм до начала сезона. В сургутской детской поликлинике номер 5 медики рассказали журналистам телеканала «Сургут-24» о вакцинации против клещевого энцефалита. Она проходит по эпидемиологическим показаниям нашего округа, где регулярно отмечают активность членистоногих. В группы риска входит население, которое работает в лесной местности, а также грибники, дачники, любители рыбалки, сплавов, походов и не только. Сейчас возможность начать иммунизацию по экстренной схеме. После первой дозы вторая ставится через 30 дней и завершается еще через год. Вакцинация против клещевого энцефалита, она в принципе круглогодичная. И прививаться можно начиная с осени. Есть схемы. Схема обычная, которая подразумевает первую прививку в осеннее время и вторую прививку через 1-7 месяцев. Значит, если мы учитываем, что через 7 месяцев, то оно как раз выпадает на весну. Третья прививка будет делаться через 1 год от вакцинации второй. И будет считаться как ревакцинация. Затем иммунизацию против клещевого энцефалита необходимо поддерживать каждые 3 года. Прививают детей с 4 лет, но в 5-й поликлинике на Островского 15. Вакцина бывает и для совсем юных саргутян, которым исполнился год. Также малышей с 2-х месячного возраста. Медицинскими препаратами можно обезопасить от тяжелого течения ротовирусной инфекции. Курс состоит из трехкратной дозы. Эффективнее всего, считают врачи, поставить уколы до того, как ребенку исполнится 8 месяцев. Иммунитет формируется минимум на 3 года. Рассказали в медучреждении ее о других вакцинах. С прошлого года прививаем и девочек, и мальчиков против вируса папилломы человека, который вызывает онкологические заболевания половой сферы у девочек и у мальчиков. И 12-13 лет мы приглашаем на вакцинацию. Схема есть 0-2-6. То есть это первая дача, через 2 месяца вторая. И через 6 месяцев от первой прививки можно уже ставить вакцинацию третью. И она будет завершающей. Вакцинальный комплекс для вакцинации не требуется. Сургутские спасатели собрали посылки солдатам. В такой одноименной акции поучаствовал личный состав Сургутского пожарно-спасательного гарнизона окружного МЧС. Сотрудники формировали груз в течение недели. Собрали все самое необходимое. Продукты питания, предметы личной гигиены, вещи, оборудование. Не остались в стороне и дети работников нашего формирования. Они написали письма солдатам с самыми искренними пожеланиями. Теплые и добрые слова вместе с гуманитарным грузом уже отправились туда, где сейчас особо необходима поддержка. Подобные акции по сбору коробок добра, медикаментов, техники, продуктов питания, строительных материалов в адрес мирных жителей на освобожденных территориях и военнослужащих в зоне специальной военной операции в Югре проходят регулярно. Последняя отправка состоялась накануне всего же из Сургута, где формируется гуманитарный конвой добровольческого корпуса. Уже отправили свыше 100 тонн груза. Посылки собирают как жители, так и политические партии, общественные организации, трудовые коллективы. Сила и терпение, которое символизирует китель. Сургут присоединился уже к федеральному проекту «Жены героев». Женщины позируют перед объективом камеры в военном мундире, тем самым подчеркивая, какую ответственность они несут в тылу, поддерживая своих мужей, сыновей, братьев, отцов. О проекте и об их участницах далее подробно расскажет Карина Александровна. Чуть-чуть, давайте в мою сторону. Чуть поменьше. На свет. Необычная фотосессия. Позируют здесь женщины, чьи мужчины ушли на передовую в зону СВО. Отцы, мужья, братья, сыновья. В честь них они и стали участницами проекта «Жены героев». Наталья – мама Никиты Новикова. Боец ушел на службу добровольцем. А летом прошлого года семье пришла трагическая весть. При исполнении служебного долга рядовой героически погиб. Я об этом проекте знала давно, просто не отваживалась. То есть я видела этих женщин, они такие, ну, как достойно фотографировались, у них сил хватило. Я переживала, что у меня не получится, поэтому я очень долго готовилась. Держать даже чужой китель, ну, это для меня очень как бы тяжело. А они смогли своих мужей, своих детей почтить этим. И я им восхищалась. И вот, когда была готова уже, я как бы тоже дала согласие. Получится, не получится, но уже как бы, наверное, зрителям или, как говорится, кто будет смотреть на эти фотографии, оценят. Фотопроект принял уже всероссийский масштаб. В феврале к нему присоединился и Сургут. У меня два брата ушли в зону СВО. То есть для меня это личный проект. Не просто, как бы, моя идея как фотографа. Нет, это началось с того, что я знаю, что чувствуют женщины, которые ждут своих мужчин, ждут своих мужей, братьев, детей, сыновей. Знаю, что чувствует моя мама, когда, да, ждет звонка от брата. И поэтому я знаю, что они чувствуют, насколько это для них важно. И мне хотелось просто показать, что они не одни. В объектив фотоаппарата Виктории Туровой попали 27 женщин не только из Сургута. Югорчанки приехали из Урая, Пытьяха, Нижнесартымского, Нижневартовска, Нефтьюганска, Федоровского. Когда я, да, первый раз увидела, что нас приглашают на этот проект, да, у меня внутри, конечно, волнение, что, ну, возникла такая дрожь такая, что как можно пропустить такое. Ведь это очень значимо для жизни. Это очень памятно. И вот это в честь моего мужа, то, что вот он там, гордость за моего мужа, гордость, он как сын для своей матери, он отец для своих детей. Мы гордимся им очень. Когда одеваешь этот мундир, хочется почувствовать себя им, что он чувствует. Женщины, надевая военный китель, таким образом говорят о своей любви, поддержке и гордости за своих героев. Они здесь, находясь дома, оберегают вот этот уют домашний. Их мужчины там спокойно могут быть, что дома все хорошо и спокойно. Все благодаря им, хрупким женщинам, на плечах которых большой-большой сейчас груз. То есть китель – это знак того, что они хрупкие, но на их плечах непростой труд сейчас. И они его оберегают в свой дом. С того момента, как муж ушел добровольцем, вероятно, вы не уделяли себе столько внимания. Да, да. Даже об этом и не было мысли, честно сказать. Чтобы куда-то вот… Нет уже его. Ну, вот он там. Для кого же, для кого? Для мужей, для наших. Для них наряжаемся, для них наводим макияж. А так как все время мысли о нем, да, они, конечно, ты забываешь о себе. А сейчас я сижу, сейчас я действительно с собой любуюсь. Выставку, где будут собраны портреты участниц, планируют открыть в Сургуте и Ханты-Мансийске в преддверии Дня Защитника Отечества. В нашем городе она будет доступна для посетителей в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Карина Алексанян, Сергей Коликов, Сургут-24. Более тысячи экземпляров обрели новых хозяев. Централизованная библиотечная система Сургута присоединилась к седьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Она проходила в течение недели и завершилась 14 февраля. Успешно, считают организаторы. Главная идея мероприятия – напомнить, что книга была и остается прекрасным подарком. Каждый желающий мог оставить свои или взять любые понравившиеся экземпляры. Стоит отметить, что от жителей города издание принимали только в хорошем состоянии. Дата выпуска не ранее 2010 года. Помимо этого, в библиотеках прошли выставки под названием «Дарите книги с любовью». Гостей также ждали приятные сюрпризы от сотрудников. Например, мастер-классы по изготовлению закладок. Радуют жители города и вне библиотек. В Сургутском аэропорту, например, пассажирам предлагали взять с собой в дорогу небольшие по объему и увлекательные по содержанию книги из числа переданных в «Дар» библиотеки. Вообще, в библиотеку очень много приносят горожан книг своих, домашних библиотек. Отдают по разным причинам. Дети выросли, приносят детскую литературу, например. Прочитали, хранить негде тоже приносят. Мы, конечно же, выбираем лучшие. Мы выбираем те книги, которые в хорошем состоянии. Вы можете сами в этом убедиться. И дарим только такие книги. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире телеканала Сургут-24. А этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего вам. До свидания. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамерой в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс на Сайме. На Сайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Телеплюс. Провайдер то его города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На Рутюб-канале ОМЕДИА Сургут-24 Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА Сургут-24 Субтитры создавал DimaTorzok